я бедро что наклеить хочешь себе день петрович сердце левее анастасия уже готова задать вопрос рвется спасибо вообще хотел бы извиниться что ужасно сорванный голос просто потому что я была очень занята важной работой сейчас работает с перским на пару честно говоря даже не знаю что у вас просить потому что принципе мне кажется вот вообще сама идея того что вы представляете интересы пенсионеров мне она кажется очень гуманистической и мне как-то них не хочется никоим образом действительно честно искренне вас дискредитировать но как на эти на меня на это вообще в принципе не свойственно но когда вот мы с вами общались там прошлый раз мне кажется недостаточно для молодых людей мотивация того что они рано или поздно станут пенсионерами я хотел бы узнать вот что еще вы могли бы как-то предложить не пугайте прежде времени предложить молодежь да ну на самом деле вот мы все вперед выборов об одном и том же говорим и я вам задал вопрос который вам всегда задают и мне этот вопрос часто задают на самом деле это неестественно более того это противоестественно когда молодой человек там 18-20 лет и даже 25 просыпается ложится с мыслью о том какая у него будет пенсия ну это просто как-то неправильно вот но при этом когда он об этом не думает анастасия когда он об этом не думает вот в этот момент работает партия которым об этом думает партия пенсионеров да которая защищает нынешних пенсионеров но это понятно да вот и будущих пенсионеров каким образом реально она может это защищать то есть мы актуализируем эту проблематику и говорим там вот сегодня идет пенсионная реформа да вот наши эксперты на самом деле там на федеральном уровне входят в экспертный совет по пенсионной реформе на самом деле вопрос то такой не шуточный потому что я попробовал но это грустная вообще тема пенсия на несколько грустная да мы об этом не думаем но рано или поздно это произойдет и поэтому я всем говорю о том что пенсия неизбежна как крах капитализма я вот просто ради интереса зашел на сайт министерства труда и социальной политики я и два моих помощника и набрали калькулятор пенсионный посмотрели что он там выдает он выдает какие-то вообще непонятные цифры вот я не думаю что вам больше чем помощников да чуть чуть больше чуть чуть больше поэтому мы говорим о партии пенсионеров как о системном институте в политической системе российской федерации который предметно вот возделывает это поле разрабатывает эту тему ну вот сегодня нынешние проблемы пенсионеров что там будет у будущих пенсионеров через 20 там 30 лет вот меня очень свое время так тронули за душу слова которые я услышал на эхо москвы 2008 году когда разразился глобальный финансовый кризис и по эхо москвы говорят американские ученые пришли к выводу что ни одна мировая экономическая система не может гарантировать человеку там обеспеченную старость при выходе на пенсию то есть все они вот под вопросом потому что в рамках как каких-то финансовых моделей существует и только и какой сделали вывод американские ученые где мы песочные часы до американские ученые сделали вывод такой что чем больше у вас детей тем больше есть у вас шансов что старости вы будете кому-то нужны будете таким образом таким образом они брошены да я тут же вспомнил одного таксиста в арабских эмиратах я же когда-то еще бизнесом занимался я в арабских эмиратах еду да у нас грузоперевозки и самолеты туда-сюда мы летали вот я был членом совета директоров уральских авиалиний и вот таксист такой бородой такой тюбетейки едет но я с ним разговаривался говорю как тебя зовут он гагарин его зовут гагарин его папа назвал честь нашего гагарина и он говорит я богатый да он родился в этот год 61 году его назвали честь гагарина вот он где я богатый игра почему ты богатый у меня пятеро детей вот вот эту всю теорию мне рассказал поэтому партия пенсионеров это лишь повод говорить о том как мы живем вот что мы ставим во главу угла какие ценности гуманистические либо сугубо прагматичный расчет у нас экономика давайте монетизируем все монетизируем наши отношения там да вы со мной поговорили там вот вам натикало да там адвокат да много же юристов да которые не готовы в принципе с людьми общаться с ним общаясь он на тебя смотрит у него деньги в глазах понимаете вот а лишнюю милю как это американцы говорят сделать там пойти там суде выиграть там для какой-нибудь дома который обманут там же кхшники нет поэтому мы гуманистическая добрая партия ругаться вот я думаю что эти ценности уже для всех приемлемые для пенсионеров нынешних и для будущих ну вот вот такой у меня ответ анастасия спасибо я не сказал что кратко главное чтобы еще люди на самом деле разобрались таки да все понятно можно у меня будет короткий вопрос егений петрович я думаю вы понимаете если вы вдруг сниметесь это избирательной гонки кашки кандидата выставить и поддержите товарища силина вы будете политическим трупом наконец согласно с этим александр я вообще не понимаю чего вдруг взялись собрался сниматься я знаю замеры и знает там мой процент до который много отстает там от твоего процента тех фаворитов которые там написали два что ли проценту я я вот то что читаю в ура руда это я читаю вот ну снимает то что там пишут ну как говорят вскрытие покажет да не так дал касательно новый слушай на самом деле я почему я должен сниматься и не собираюсь сниматься и не буду сниматься вот удовлетворен как-то ноги но она не нет но почему я не буду сниматься ведь правильно я верю что я буду политическим другом ведь я и иду на выборы главы да ну я еще возглавляю список партий пенсионеров такая же ситуация как у тебя вот поэтому это вот ну такая комплексная избирательная кампания не не согласен и не важно было как а там есть наклейка моя я не сказал который сыном дружит она что-то пошла и в администрации там что-то не так ответили сказать ладно евгений петрович очень серьезный очень жесткий вопрос вот отыгрываем на 10 лет назад машина времени вы с высоты ваших нынешних также какой год 10 лет назад 2003 получается можно вот предположим вы туда возвращаетесь за и вам того периода да вы что-нибудь такое посоветовать можете в части тактики и стратегии вот вашей же политической деятельности ну я хочу сказать что я никогда не собирался заниматься профессиональной политикой 2002 году я был избран депутатом областной думы по спискам партии пенсионеров и для меня это вообще никакую ценность не представляло потому что я возглавлял юридическую фирму которую я создал я работал был погружен я политикой занимался как хобби была партия пенсионеров я знал отрошенка который ее создал потому что до этого я работал вместе с отрошенка в банке тюменский кредит там же история вот такая я как хобби взял сировский избирательный округ где мы с тобой александр ленивич первый раз и пересеклись 99 году где тебя сняли на выборах госдуму по беспределу это же вот тогда было не обижайте суде соболева судьи соболева я в 2004 году из москвы суде соболевая 2000 я сейчас ответить 2004 году суде соболевая из москвы отправил похорон на открытку потому что когда нас по беспределу тогда мостовщиков снял партию пенсионера я зашел на почтам смотрю там открытки с двумя розочками я и написал там совесть умерла артюх и отправил я открытку понимаешь она может искупила вчера свою вину не сняла буркова то есть я тогда занимался с выбором я тогда занимался и в 2002 году я даже отказался от мандата не как сейчас принято ну сколько тебе денег дали мне когда никаких денег я не видел не видел в этом никакой ценности вот до бульвар отматывая на 10 лет назад вот от сегодняшнего дня я хочу сказать что в любой момент и должен быть самодостаточным и заниматься тем что тебе нравится вот тогда мне нравилось заниматься тем чем я занимался политикой занимался как хобби не мечтая и не желая быть там никаким депутатом вот а потом уже волею судеб я в это все больше и больше погрузился вот и пришел политикой то есть у нас политикой пока коллеги да но я не знаю да что мои дочери а то что я хочу сказать что это не такое когда есть кайф как есть да я хочу сказать когда идут выбор от особенно избирательной компании ты находишься в особом психическом состоянии это совершенно точно да понимаете и под конец выбора я просто да я по по психотипу человек который любит вот экстремальные ситуации мне не нравится когда как-то все тихо спокойно поэтому я занимался до политики антикризисным менеджментом то есть мне нравится кризис я хочу в него погрузиться и навести порядок вот и поэтому меня когда спрашивают а зачем ты идешь в город и говорю потому что у нас кризис я рассматриваю себя как антикризисного менеджера хотя вроде бы внешне все хорошо в городе внешне нет жена меня вот затыкает когда это говорю 6 детей пока ну вопрос от партии зеленых меня зовут лоскутов сергей валерьевич вопрос такой бурный путь боец по характеру но это заметно видно с другой стороны образ политической партии которую представляете такой добрый конструктивный вопрос немножко такой по опять же по жизненной ситуации по личному пути если люди о которых вы в принципе ну каждый политик каждый человек встречает своем пути на пути людей которые не понимают его относятся к нему допустим с каким-то не и неуважением бывает и такое есть люди которым бы вы не подали сейчас руку немножко такой личный вопрос начну как вы задавали просто так и буду отвечать мы партии это доброе но разъяренные пенсионеры когда их разъярят они могут делать много и мы например свое время сжигали чучело починка возле дворца молодежи когда починок отвечал за за пенсионные дела в 2007 году и самое интересное как только мы его сожгли вот я заметил смотрите что произошло я тогда в сырове был я думаю я имею ввиду партию как только мы починка сожгли его ельцин через месяц снял понимаете я думаю но это наверное случайно потом 2007 году когда формально юридически партии уже пенсионеров не было формально да мы сжигали чучело зурабова зурабова через месяц сняли слушайте симаков отдыхает просто честно поэтому мы партия то доброе доброе но если пенсионеров разъярят они выйдут и перекроют улицу как это было 2008 году когда ввели монетизацию например да вот что касается того кому бы не подал руки я по натуре человек такой импульсивный могу очень сильно на кого-то разозлиться но потом я отхожу я великодушный и например шадрину я вчера руку спокойно подал хотя не очень хотелось как в анекдоте антон а мне специалисты сказали что это гестаповская я тоже думаю поэтому ну вот я не знаю это немалодушие я считаю что это великодушие я по знаку лев но руки все таки в свои руки оставил так ну а вот вопрос еще вопросы есть уважаемый коллега я вас просто обожаю зачастую несете такой бред что